Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области прошла двусторонняя встреча министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой региона Дмитрием Азаровым. Они обсудили проведение форума по вопросам развития беспилотной авиации. Регион также получил предварительную поддержку на проведение форума по вопросам развития БПЛА. В этом году в Самарской области планируют открыть производство современных беспилотников для различных отраслей экономики. Дмитрий Азаров подчеркнул, что кластером беспилотной авиации регион занимается очень серьезно. Все свои шаги действия синхронизируют с усилиями Минпромторга. Праздник весны и красоты. В преддверии Международного женского дня лучших специалистов из разных областей наградили благодарностями губернатора, почетными знаками трудовой славы, а также отметили вклад женских коллективов в работу предприятий и учреждений. Торжество прошло на сцене театра оперы и балета. За происходящим следила наша съемочная группа. Они лечат болезни, конструируют двигатели и даже запускают ракеты в космос. Традиционно в преддверии Международного женского дня в Самаре чествовали лучших специалистов. Женщины-профессионалы в регионе занимают ключевые позиции во всех сферах, начиная от образования и заканчивая промышленностью. Во время торжества работники разных отраслей получили награды, благодарность губернатора Самарской области, почетные звания и знаки трудовой славы. Многие специалисты не первые десяток лет трудятся на предприятиях, в школах и больницах губернии. Губернатор Дмитрий Азаров особо отметил заслуги учителей и преподавателей, их огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Особые слова благодарности от главы региона прозвучали в адрес матерей и жен военнослужащих. Во время торжества «Спасибо» много раз прозвучало и в адрес деятелей культуры. Как отметил глава региона, без них наша жизнь не играла бы яркими красками и невозможно было практически ежедневно приобщаться к поэзии, живописи, театру и другим видам творчества. Я поздравляю всех наших милых творческих дам, которые трудятся в наших замечательных учреждениях культуры, которые работают в творческих общественных объединениях с этим замечательным праздником. Желаю им прежде всего здоровья, благополучия, творчества, ну и конечно весны, расцветания, процветания нашей любимой Самарской области. В продолжении торжества собравшихся в зале ждал праздничный концерт. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Для укрепления иммунитета и здоровья горожан в столице региона продолжается работа по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». По итогам 2022 года в Самаре число занятых физической культурой и спортом в сравнении с периодом прошлых лет увеличилось на 6%. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Какими видами спорта увлекаются самарцы и как работают тренеры по месту жительства, расскажет Ольга Павлова. Предоставление грантовой поддержки стипендии, одаренным детям популяризации физической культуры и спорта. В числе приоритетных задач, которые в 2022 году стояли перед Департаментом физической культуры и спорта, работа по федеральной программе «Спорт. Норма жизни», которая является частью нацпроекта «Демография». По итогам прошлого года в возрастной группе от 3 до 79 лет в спорт оказались вовлечены 54,3% граждан, что на 6% выше, чем в 2021 году. В 2022 году в ВВД Департамент осуществлялись уделения 13 муниципальных спортивных школ, 2 физкультурных спортивных центров и 1 спортивно-здоровительный лагерь. Также в ноябре 2022 года в соответствии с постановлением администрации было создано муниципальное автономное учреждение Центра развития физической культуры и спорта. В 2022 году в Самаре работали 100 тренеров по месту жительства, которые оказывали самарцам помощь в организации и проведении районных праздников и спортивных мероприятий, таких как турниры дворовых команд по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам и другие. За отчетный период 2022 года тренерами по месту жительства было проведено более 1800 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Активное участие Департамент физической культуры и спорта принимал и в организации летней оздоровительной кампании. В ее рамках в 2022 году были проведены 7 смен с общим количеством участников 1173 человека. Также с 15 по 26 июня была проведена профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. За год в черте города было организовано 274 спортивно-оздоровительных мероприятия для граждан. Наиболее значимое традиционное мероприятие – это Самарский лыжный марафон Соколи-Гор, легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, Самарский легкоатлетический фестиваль королевого спорта, физкультурно-спортивная акция «Приходи на пляж, поиграем», физкультурно-спортивная акция «Выходная из ГТО», физкультурно-спортивная акция «Самара-Движение». За счет средств муниципального бюджета в прошлом году проведены работы по капитальному ремонту 10 подведомственных департаментов физической культуры и спорта учреждений. Среди них физкультурно-спортивный центр «Чайка», муниципальное автономное учреждение «Самара-Олимп», школы Олимпийского резерва 2, 3, 11, 12, 13, 14 и 15. В целях усиления антитеррористической защищенности 15 учреждений были дополнительно оборудованы инженерно-техническими средствами охраны. В 2023 году запланировано введение в эксплуатацию модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары и капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк». Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская». Соответствующее объявление сотрудники метрополитена вывесили у главного входа на станцию. С 5 марта вестибюль станции метро «Гагаринская» будет закрыт из-за ремонта эскалаторов. Вход и выход на станцию возможны через вестибюль номер 2 со стороны проезда Георгия Метерева. Следует из объявления на станции метрополитена. В Самарской школе номер 45 появилась мемориальная доска, на которой увековечено имя героя России Петра Яценко. Офицер погиб на Северном Кавказе. Звание героя было присвоено ему посмертно. На торжественной линейке побывала наша съемочная группа. Этот день для учеников и преподавателей Самарской школы номер 45 стал особенным. В школе на торжественной линейке состоялась церемония открытия мемориальной доски. На ней увековечено имя героя России – гвардии майора Петра Яценко. Командир спецподразделения погиб, выполняя свой воинский долг у села Советское под Гудормесом. Бойцы должны были обеспечить проход российских войск через дамбу. Боевики попытались этому помешать. Яценко Петр Карлович дал команду, они взяли огонь на себя, они полтора часа вели бой, удержали позиции, обеспечили проход нашей армии. И тем самым выполнили долг, выполнили поставленную задачу верховным главнокомандующим ценой собственной жизнью. Звание героя России Петру Яценко было присвоено посмертно в 2000 году. Теперь его память чтут не только сослуживцы. Помнить о командире будут школьники и учителя. Это очень важное событие и очень важно именно в свете последнего времени, в свете проведения специальной военной операции, такие слова, как патриотизм, как патриотическое воспитание, мужество, героизм обретают истинный смысл. Пока мы помним своих героев, пока мы чтим память о них, помним свою историю, мы едины и нас никакой враг не победит. Победа будет за нами. Петр Яценко не был выпускником 45-й школы. По словам сослуживцев, он хотел связать свою жизнь с Самарой. Открыть мемориальную доску ветераны боевых действий решили в этом учебном заведении, потому что там сильное патриотическое движение. Спасибо им за то, что они помнят о своих боевых товарищах, потому что память, она не появляется сразу. Ее нужно формировать, к ней нужно настраивать детей. В этом сезоне в Самаре отремонтируют 9,5 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Профильные предприятия начали приводить город в порядок еще 16 февраля, а сейчас сложились благоприятные погодные условия и специалисты нарастили темпы. Работают в четыре бригады. Дорожники заделывают ямы и восстанавливают полотно литым асфальтобетоном. Укладывать его можно даже при отрицательных температурах и относительной влажности, но не в период интенсивных снегопадов. Во времени погоды работы временно останавливаются и возобновляются с улучшением условий. Отмечу, что это лишь часть восстановительных работ, что позволяет оперативно решать проблемы на дорогах, возникшие за зиму. Полноценное и масштабное обновление асфальтового полотна стартует с началом дорожно-строительного сезона, когда сойдет снег и установится постоянная положительная температура воздуха. Работают профильные службы по всему городу. Сегодня утром трудились на улице Георгия Димитрова от Солнечной до Тополей. С учетом погодных условий, работы мы начали с 16 февраля и уже на текущий момент у нас выполнен ремонт 2470 квадратных метров из 9500 запланированных на этот весенний сезон. Это порядка 26 процентов. То есть у нас достаточно хорошими темпами идет работа, так как отметили, с погодными условиями. В Самаре завершили перекладку канализационной линии на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. На участке от Некрасовской до площади Революции протянули новую трубу диаметром 315 мм. Прежний участок выработал свой ресурс. Кроме того, сеть была уложена непостроительным нормам. Пришло время внести изменения и улучшения, рассказали в пресс-службе. На новой линии построили 8 дополнительных колодцев. Это повысит надежность работы сети водоотведения. Будет удобнее в обслуживании. Прочистка и промывка будут занимать меньше времени. Перекладку провели бестраншейным способом. Трубу заводили через специальные котлованы. К началу марта все работы были завершены. Движение по улице Куйбышева открыто в штатном режиме. Благоустройство проезжей части восстановили по временной схеме. По постоянной будет сделано с наступлением тепла. А теперь коротко о других событиях этого дня. В выходные в Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили инспекторы ГИБДД Самарской области по Большеглушицкому району. В 5 утра 22-летний водитель за рулем Лады Ларгус ехал со стороны Казахстана в направлении Самары. В пути он столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 47-летнего водителя. Пассажир Лады Ларгус кончался на месте. Трех пассажиров этого же автомобиля и водителя УАЗа доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В воскресенье на западе Казахстана в Актюбинской области столкнулись маневренный локомотив и тепловоз пассажирского поезда Бишкек-Самара. Об этом сообщают казахстанские железные дороги. Столкновение маневренного локомотива с тепловозом пассажирского поезда номер 317 Бишкек-Самара произошло у станции Биршагир. Пострадавших нет. Пассажиров пересадили в другие вагоны в составе поезда. Говорится в сообщении. Причины случившегося устанавливаются. На этой неделе в Самаре запланирован ряд ремонтных работ, связанные с временным отключением холодного водоснабжения. Во вторник 7 марта с 9 утра до 8 вечера без холодной воды останутся жители дома номер 11 на улице Пятигорской. Отключение будет связано с работами по замене задвижки диаметром 800 мм на улице Тухачевского. В четверг 9 марта отключение коснется сразу нескольких домов. С 9 утра до 5 вечера воды не будет в домах номер 4, 6, 6 Б, 8 на улице Магнитогорской, номер 167, 169 на улице Оксаковской, номер 222 на улице Тухачевского. Бойлер с питьевой водой будет выставлен на улице Магнитогорской, 4. В связи с заменой участка трубы на проспекте Кирова в четверг также отключат холодную воду в доме номер 118 Б на улице Старозагора с 9 утра 9 марта до 3 ночи 10 марта. В пятницу 10 марта для ремонта вводной запорной арматуры и устранения технологического отказа на трубе диаметром 150 мм с 9 утра до 12 дня прекратят подачу холодного водоснабжения в домах номер 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 8 и 18 по улице Осипенко. В Самаре на участке по улице Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой собираются строить вторую проезжую часть. Об этом сообщает руководитель отделения организации дорожного движения ГИБДД по Самаре Александр Чугунов. В 2023 году там запланирован перенос инженерных коммуникаций. Предварительно строительство стартует в 2024 году. Проект реконструкции уже готов, но госавтоинспекция отправила его на доработку. Специалисты должны предусмотреть освещение вдоль новой дороги и остановочные карманы, которые снизят вероятность пробок. В исправительной колонии номер 15 реализуется программа реабилитации заключенных, которые имеют алкогольную или наркотическую зависимость. Работа осуществляется при участии сотрудников режимной и оперативной служб, воспитательного отдела, группы социальной защиты осужденных, психологической лаборатории, медицинских работников и сотрудников производства. А также волонтеров. Психологам исправительного учреждения проводятся занятия, направленные на осознание пагубного влияния наркотиков и алкоголя, на физическое и психическое здоровье, на формирование у заключенных новых жизненных и семейных ценностей. 52-летний машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более миллиона рублей. Ему позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения, и сообщил, что в целях защиты денежных средств от мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на его имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Мужчина поверил специалисту и, выполнив действия под его диктовку, перевел на протиктованные счета денежные средства в сумме свыше миллиона рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор. Соревновались в беге на лыжах и на коньках, в спортивном ориентировании и в беге с препятствиями. В Самаре состоялась зимняя спартакиада детских дворовых команд. Мы побывали на соревнованиях и готовы поделиться подробностями. Марш, поехали, поехали, поехали. Первый этап лыжная. В Самаре на территории спортивного центра «Чайка» в управленческом проходит зимняя спартакиада детских дворовых команд. Эти соревнования проводятся ежегодно с 2012 года, с тех пор, как в районах города появились тренеры по месту жительства. Дети и подростки активно участвуют. Свыше 80% школьников вовлечены в занятия физкультурой и спортом, что соответствует задачам федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Мы с успехом эту задачу выполняем. Мы проводим большое количество массовых мероприятий. Это и забеги, это и лыжные гонки, это и различные спартакиады. Безусловно, школьники и молодое поколение – это большая часть тех, кто составляет вот эту часть, занимающихся физической культурой и спортом. У школьников большой охват и сетью наших муниципальных учреждений, да и частных учреждений, и других организаций, различных общественных организаций, спортивных федераций. Свои команды для участия в зимней спартакиаде выставили семь районов города. В командах по четыре человека – двое юношей и две девушки. Это школьники в возрасте до 15 лет. Они соревнуются в четырех дисциплинах, а в перерывах подкрепляются горячим чаем и ароматной выпечкой. Одновременно проходят лыжные эстафеты, шорт-трек, то есть бег на коньках. Также команды состязаются в беге с препятствиями и показывают свое мастерство в спортивном ориентировании, которое сегодня приобретает в Самаре все большую популярность. Этот вид спорта не требует дорогой экипировки и спортивного инвентаря, им могут заниматься люди любого возраста. Ориентирование развивает не только физические способности, но и логику, внимательность, самостоятельность, умение принимать верные решения. Детям ориентирование очень нравится. Во-первых, это спорт, связанный с бегом, связанный с бегом всегда на свежем воздухе. Это общение с природой, общение с лесом. У нас в регионе проводится очень много соревнований по спортивному ориентированию, очень высокого уровня. На этом листочке у них изображена карта, вот эта вот лабиринта, которая здесь построена. В этом лабиринте стоят контрольные пункты. И задача стоит в том, что они должны, используя эту карту, собрать все контрольные пункты, соединенные последовательно по линии. Призеров спартакиады определили в общекомандном зачете. Третье место заняли школьники Железнодорожного района, второе – Красноглинского. А победителями стали ребята из команды Кировского района. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. Праздник спорта в Самаре. Матчевая встреча сборных по боксу России и Республики Беларусь прошла во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. На трибунах не было свободных мест. Любители спорта увидели 13 захватывающих поединков с одним нокдауном и одним нокаутом в двух боях. Все подробности турнира «Бокс на Волге» у наших корреспондентов. Международный турнир «Бокс на Волге» открывала пара суперлегчайшего веса до 49 килограммов. За Россию выступал Эдмонд Худаян из Златоуста, Челябинской области. За Республику Беларусь – Евгений Кормильчик. Мастера спорта сражались за победу три раунда по три минуты. Спортсмены знакомы с друг с другом не понаслышке. Это у них уже третья официальная встреча на международном ринге. И трижды победу праздновал россиянин Эдмонд Худаян. Тренера как бы замотивировали, да, как я выступлю, так команда за мной и пойдет. Слава богу, выиграл и все заряжены только на победу. Все хорошо сложилось, то есть каждый раунд я старался добавлять, добавлять темпом, забирать. Соперник очень достойный. На матчевую встречу России и Беларусь выставили лучших боксеров, победителей призеров чемпионатов мира и других международных турниров. Всего во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло 13 поединков. На ринг выходили спортсмены разных весовых категорий, от легковесов до супертяжей. Приехали поболеть за чемпионов экс-звезды российского бокса. Олимпийский чемпион самарец Алекс Аитов, чемпион мира Василий Шишов. Открывал соревнование губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здесь, на Самарской земле, любят спорт, любят бокс. Я уверен, что растут и новые чемпионы. Сегодняшний просмотр матча, конечно, даст мощный импульс развитию спорта в нашем регионе. Уверен, он станет вехой и для всех участников сегодняшнего турнира в их спортивной карьере. Зрители увидели настоящее боксерское дерби. Спортсмены не жалели ни сил, ни соперников. Так, в восьмом поединке россиянин Джамбула Бижамов отправил в нокдаун белоруса Александра Халаева. А Евгений Чеплыгин уже на 15-й секунде первого раунда досрочно закончил десятый бой. Нокаутом свалил с ног белорусского мастера Игоря Гракова. Засветился на этом турнире и сызранский боксер Никита Гусельников. В результате победу в матчевой встрече одержала сборная России со счетом 11-2. Я рад, что, несмотря на то, что у нас был краткий миг для подготовки, но он был очень интенсивный, очень был искренний со всех сторон. Многие из боксеров друг друга знают, встречались на Олимпиадах, чемпионатах мира, Европы. Есть у них свои счеты между собой. Это было уже видно на взвешивании. Я вот знаю, как они друг на друга поглядывали. Но как не подглядывая на взвешивание, все решит ринг. Турнир «Бокс на Волге» в Самаре стал генеральной репетицией для боксеров России и Белоруссии. В мае они отправятся защищать честь своих стран на чемпионат мира в Ташкенте. Михаил Гермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Паблик «Самары ГИС» ВКонтакте вошел в тройку лучших сообществ региональных телеканалов. Аналитики «Нью Медиа» составили топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности ВКонтакте. Паблик «Самары ГИС» занял третье место с показателем 4,46%. По итогам месяца ВК-сообщество «Самары ГИС» улучшило свои позиции. По итогам января мы занимали четвертую строчку в рейтинге. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. В частности, тут учитывается количество лайков, комментариев, переходов по ссылкам в постах. Пользователи, которые следят за обновлениями нашей информации, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет «Самара». Мы наполняем наш паблик не только текстами, но и эксклюзивными фото и видео, которые журналисты присылают с мест событий. Также в группе регулярно разыгрываются различные призы, билеты в театры, кино, сертификаты в спортивные клубы, цветы и многое другое. Подписывайтесь на нашу основную страницу, а также на группы наших телепроектов. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района рассказывает, на каких самарских предприятиях есть работа. Всего в регионе более 41 тысячи вакансий. Например, самарский гипсовый комбинат нуждается в штамповщиках, электросварщиках, резчиках металла. В Тольятинской больнице требуется ортопед, участковый и медсестра. Специалисты нужны и на другие предприятия. Подробности можно уточнить в телеграм-канале районной администрации. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о возможности для родителей, имеющих детей-инвалидов, получить место в стационаре вместе с ребенком. Причем с 1 января 23 года бесплатные кровати питания положены взрослым, находящимся в стационаре с ребенком-инвалидом любого возраста. С ребенком может находиться родитель, усыновитель или опекун, член семьи, например, бабушка или старшая сестра. Место и питание положены сопровождающему, если у ребенка есть статус «ребенок-инвалид», и он не может ухаживать за собой, самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, общаться и обучаться, контролировать свое поведение. С детьми до 4 лет в стационаре можно находиться независимо от наличия инвалидности. Спальное место и питание при этом предоставляются бесплатно. Телеграм-канал администрации промышленного района сообщает о коллективе школы 154, который стал победителем конкурса народной и стилизованной хореографии. Лауреатами первой степени стали младшие, средние и старшие группы образцового хореографического ансамбля школы 154. Также коллектив получил специальный диплом и грант за лучшую балетмейстерскую работу. Победа была одержана среди сильных участников со всей России. Телеканал «Самаргиз» присоединяется к поздравлению. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!